Ребят, всем привет! Давайте сделаем так Если сегодняшние вложки наберут 2000... сколько там 352 лайка то я буду снимать их целую неделю Да, целую неделю, каждый день 2352 лайка Ну, все зависит от вас Маркетинг, да Начинаем вложки! Пользуясь случаем, мои дорогие друзья, передаю всем огромнейший привет! Привет все мои подписчики! Хорошего вам настроения Чуваки! Ребят, всем утро! Сегодня уже 8 февраля 2013 года Мы выходим на работу В пятницу, как всегда Ну, вы знаете, что происходит в пятницу В пятницу происходят вложки Вот, завтра будем играть в Counter-Strike Олька у меня заболела Что еще? Я вроде пока еще держусь Но горло чуть побаливает На улице минус 2 И почему-то каждое утро Мой рабочий стол похож на снег Который приходится очищать Иногда ты понимаешь, что в Москве Реально не хватает всем, наверное, позитива Люди в Москве, они, знаете, такие черты Но они отличаются от всех других людей Которые, я знаю, живут в других городах Человек в Москве Это такой, знаете, на всех всрающий человек Куда-то он так и идет Он резкий, он недовольный Постоянно у него какие-то нервы от большого города Не знаю Надо быть как-то проще Вот по своей работе общаюсь часто с людьми В основном встречаются позитивные люди Да Но есть такой Г Не знаю От чего это зависит Скорее всего от России Вот, к примеру, в Таиланде такого нету Там страна улыбок А Россия Я не знаю, страна чего Короче У нас все угрюмо И Пахнет Какашками Скоро будет Вот, я не знаю, что сказать Короче, я к чему Надо быть позитивнее И не Короче, общаться с людьми На добрых нотах Не злиться Там, не знаю Не кочевряжаться Вот недавно мы, кстати, писали В книгу отзывов И предложений Банка ВТБ Нам очень понравилось Обслуживание кассира Просто такая сцена Она сидит Общается по телефону Притом коммерческий банк Но нет Потом еще начало на нас ехать Что-то Мы начали писать Просто отзыв о ней Она тоже взбесилась Что-то там Начала дверьми хлопать Конечно, человек негативчик Реально просто Эх, я хочу уже Тупор Я в каждых флотах Говорю, что я хочу уже весну Потому что Когда вы езжаешь на работу В темноте Что-то какой-то Прям не айс В каждых ложках Просто, ребят Хочется уже Выходить из дома Когда солнышко встало Лучики солнца уже Падают на твою харю И ты идешь на работу счастливый В моем случае Никакого негатива, да Идешь на работу счастливый А сейчас Выезжаешь ночью На работу приезжаешь Ночью с работы Ну, потому что темнеет рано Но день Каждый день А, короче, свет Каждый день прибавляется Это не может не радовать Конечно, живем В ожидании весны Просто потом Я всегда чувствую по весне Что Расцветаю сам Расцветаю просто Как будто всю зиму спал У кого так же Напишите Ну, кстати Улочки Утренней Москвы Такая Отшип Москвы Ну, если кому интересно Кто Не отсюда Смотрите Вот такие вот у нас Большие машины Кстати, с 1 марта Будет запрещено Совсем грузовым По-моему Случше там Я не помню 12 тонн Въезжать На территорию Москвы То есть На МКАД И в пределы МКАД Не знаю, где они будут Тусоваться Но посмотрим Вот человек Пропустим Сделаем ему Подарочек Позитив тебя, брат Ну, все Погнали дальше Надеюсь, он кому-то тоже Отплатит добром Так, конечно Такая Москва у нас Унылая А это Люди Которые стоят в пробках Ну, установят На автобусах У меня, конечно Когда стоишь в пробке На своей машине Все как-то нормально А когда вот стоишь в пробке В автобусе Или в маршрутке Это просто Жесть Ты ничего не можешь сделать Никуда там свернуть И стоишь И стоишь А эти все люди Едут в Москву Чтобы Работать Одна из Многокилометровых Пробок Москвы Ну вот уже вроде потеплело Не так холодно Как было Ночью И посветлело Сейчас мы находимся В районе Жулебина Это считается Москвой Но находится За МКАДом Спальный район Видите Дом Детский сад Школа Ничего особенного Как и везде Снег Дети учатся Точнее Дети слева Учатся Дети справа Тоже учатся Только справа Немножко постарше Ой Как вспоминается Школа Прям Жесть Смутные времена Это были Чего учились Каждая Пригодила что-то Но школу Надо закончить Школу надо закончить И поступать в институт Получать выше Вон они там учатся Отвечают Окол доски Не знаю Ребята А как вам Интересно вообще Посмотреть Как мы тут живем Потому что Я знаю Многие нас смотрят Не из Москвы Даже может Не из России Буду больше показывать Как у нас тут все находится Вот это вот Среднестатистический Московский дом Хотя пятиэтажек У нас очень много еще Очень много Вот это район Построен Сколько лет Десять назад Наверное Это даже побольше Вообще Мне Знаете Ребят Нравится У Сереги Семенова В Черногории Есть Недвижимость Вот это вот Супер просто Очень 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 Клевое место Прикиньте Свежий воздух У тебя И Озеро Рядом И море Рядом И горы И Собственная И Собственная Ну это я к чему В Москве Конечно Интересно Жить Но Когда-то Вот эти Четыре Стены Твоя квартира Выходишь на улицу Везде этот Смог Летом Воздух Воздух Никакой Блин Черногория Круто Ну когда мы там были Три года назад В Черногории Рядом С баром Город-бар Там местечко было Сутаморы Вот мы там Отдыхали Море Я бы не сказал Что там В августе Было крутое Оно было грязное Но сама Черногория Как потенциальная страна Это было круто О Опять школа Учитесь Учитесь Зверю где-то рядом Сейчас заходил В ужасное место Это Почта Россия Я думаю Она везде так работает Почта Россия Это просто Место где Одни негативщики Вот про что я вам говорил Просто Негатив так и прет От каждого Они не разговаривают Они просто Все злобные Какая же у них Должна быть зарплата Наверное Тысяч Тысяч шесть В месяц Чтобы они так Разговаривали Вот Район Жеребино Жеребенский бульвар Подписчики Кто живет рядом Я знаю Кто-то есть Точно Отзовитесь Вы где Где подписчики Может здесь вы живете Или в этом доме Или в том Жеребино Отзовись А пока у меня Небольшой перерыв Десять минут Можно поиграть В Зомби Зомби Я думаю Все игру это знают Овощи против Зомби Блин Что-то вытащил Из чехла Надоело Таскать в чехолчике Чехолчик прикольно Не он Выглядит Аааа На меня нападают Сейчас мы его убьем Давай-давай-давай Би-би-би-би-би-би-би Вот чем развлекается Илюха На работе Зомби прикольный Такой С языком Брэйнс Брэйнс И капустка Ня-ня-ня-ня-ня Зомби-то идет Надо его Убивашки делать Ну что еще нужно для счастья У тебя есть работа Ты получаешь деньги И у тебя есть Задротские айфоны Задротские айпэд И ты Я обычно зависимый Да Чего бы еще От Apple Такого Прикупить Точно, хочу домой себе МАК ПРО! Да, МАК ПРО Самый топовый В России сколько он стоит? 200, 170 или Что-то около 200 тысяч рублей Ну, на заказ Да, я яблочный задрот Еще на самом деле переживаю Что у меня, видите, по цвету Фотик и iPad одинаковые А вот фотик мне Apple Очень хочу фотоаппарат от Apple А у меня Canon Бред какой, да? Представляете, сегодня не получил взять с собой еды нормальной Можно заниматься спортом, питанием тоже нормально И пришлось Ладно, не пугайтесь Здесь не страшно Взял овощной салат, в котором Нету жиров вообще Это именно овощной салат, это не Цезарь И взял шестерочку наггетсов Все Этого мне хватит на обед Так как в день я должен потреблять всего лишь 1500 килокалорий Я не знаю, что мне еще придумать Те, кто состоит в группе ВКонтакте И играет со мной в Counter-Strike Знаю, что купил, блин, эту гарнитуру Да и вы видели тоже обзор Но компания Apple не позаботилась о своем входе линейном для микрофонов И тот микрофон просто не работает на Mac'е Потому что там требуется больше питания И что-то типа предмикрофон и усилитель Взял просто самый простой Все, что можно взять Проще, я не знаю Это Genius Genius Самый вообще просто Наидешевейший микрофон Думаю, что он-то хотя бы будет работать Ему не нужно Супер Не какую-то там мегаэнергию На камере буду использовать В худшем случае Ну ладно Попробуем Пользуясь случаем, мои дорогие друзья Передаю всем огромнейший привет Привет все мои подписчики Хорошего вам настроения Чуваки Прикиньте, пришла первая посылка Только я не знаю, что это Из этого Себе Я там заказывал пару чехочков Эту ногу для Ну типа штатив Который можно вешать И что-то еще Не помню Вот Завтра, наверное, пойду забирать Ураааа Весит 295 грамм Ну это точно не нога Это чехочек Хотя 300 грамм Много весит Много Китай Ну что Сейчас затестируем Микрофончик Мик-01С Я все-таки надеюсь, что Сейчас на iMac все заработает Если будет Нифтяк Сможет с вами играть в контроль нормально Ну что, давайте произведем Небольшой Анбоксинг Анбоксинг Микрофона Вот Ну как вы заметили, кстати Канал Зверет Уже не занимается обзорами Я нигде не пишу, что это обзор Потому что я уже не обзорщик Не открывается Так, сейчас мы попробуем Все-таки Все это дело Приоткрыть Вот Я уже давно не обзорщик Потому что Ну да Можно раньше было сказать, что Обзорщик Nokia Потому что я с этим работал Я в этом разбирался Вот Ну теперь я обычный потребитель Ну просто Распаковываем Смотрим Я вам говорю свое мнение Вот Стоит он 200 рублей Сейчас будем тестить Как он будет работать с iMac Мне Пластмаск Поворачивается На 360 градусов Прищепка Ну кстати И с большим фотиком Тоже затестим Все-таки надеюсь, что Все будет хорошо Ладно, погнали Ну что Давайте сейчас зайдем В настройки Системные настройки Заходим в звук Вход Порт линейного Аудиовхода Офигеть Он опять не работает Ну почему Почему ничего не работает На iMac Как так можно Все Можем Плечем Не работает Ну смотрите Вот встроенный Микрофон Вот Шкала Раз Раз Порт линейного Аудиовхода Шляпа Не Ну ладно На большом фотике Сейчас попробую Может там будет Нормально работать Итак Пишем Тест микрофона Джейни Самый простенький За 200 рублей Который не работает С iMac И тестируем его На большом фотике Сейчас звук Идет через Микрофон Устроенный В фотоаппарате Давайте Подключим Этот Супер Мега Типа Петличный Микрофон И посмотрим Как будет звук Вставляю Раз Два Три Оп Вставили Ну давайте С расстояние С расстояние Вытянутой руки Хотя Зачем С расстояния Вытянутой руки Уже у нас Должен работать Вот так вот Раз Два Три С вами Зверьё С вами Зверьё Зверьё с вами Подписывайтесь Ставьте лайки И Оставайтесь Со мной В ложке Рулят Если мы будем Говорить Вот так вот Мы ведем Наш репортаж С Красной площади И Расстояние В принципе Давайте Вот так Рядом с Фотиком Положим Рядом с Фотиком Сейчас На него Положим Вот так вот Висел И отойдем Раз Два Три С вами Зверьё Как дела Подписывайтесь На новой ролике И Всё пока На новой ролике До новых встреч